всем ассалам аликум всем привет добро пожаловать на мой канал девочки как вы заметили меня здесь на столе лежат такие интересные книжки правда значит у нас идет пойдет речь сегодня о вождении я записалась в автошколу мне нужно у меня так как у меня есть уже водительские права мои украинские да то мне нужно я не имею права с ними здесь есть и так как уже полгода срок вышел сразу после приезда после пересечения как бы дам территории германии я имела право бы ездить еще полгода по ним на потом мне нужно было бы все равно их пересдавать и менять на немецкие так вот сейчас вот я таки решилась это сделать вот значит что нужно для того чтобы записаться в автошколу что нужно для того чтобы получить права вот для начала вы выбираете себе автошколу которую вам нравится выбирайте себе хорошую автошколу с хорошими отзывами не бегите в первую попавшуюся да также что хочу сказать еще как бы то каждому человеку каждый старайтесь сами зайти в автошколу поговорить посмотреть инструктора поговорить с инструктором есть такие инструкторы которые как бы хаотично относятся вообще к своей работе да ну вот села ей давай еди все да вот как бы а другие заинтересованы в том чтобы вы хорошо ездили хорошо сдали экзамен поэтому походите по автошколам по выбирайте их и посмотрите что вам ближе к душе что вам больше понравится вот после нескольких объездов нескольких автошкол я выбрала себе такие одну автошколу подружка мне тоже одна посоветовала моя вот они там учились в этой автошколе инструктор очень хороший тоже но посмотрим так для этого вам нужно будет собрать пакет документов если вы новичок то вам нужно будет только копию паспорта сертификат о прохождении первой медицинской помощи а также тест на зрение вот и вроде бы все на если вы новичок вот если у вас уже есть права ваши с вашей страны где вы их получали украина россия или другая страна да то вам нужно будет сделать перевод этих прав легализацию их и также вот этот вот тест на зрение тест сертификат на оказание первой медицинской помощи и вот и копию вашего паспорта также и все и внести там какую сумму которую запрашивает автошкола а каждая эта школа запрашивает по-разному цены в каждой автошколе почему-то варьируется плюс-минус вот не сильных разбежностях но есть разбежности например по вождению некоторые автошколы предлагают 42 евро за 45 минут некоторые автошколы предлагают 52 60 евро за 45 минут поэтому походите посмотрите у кого какие цены сразу не бегите вот так сломя голову да в автошколу первую попавшуюся как я говорила походите посравнивайте немножко вот и значит значит что значит я пошла записалась в автошколу сдала все документы которые мне требовались также они у меня забрали мои водительские права которые мои украинские права уже все я их уже не увижу они будут заменены на немецкие права вот такого вот принципе вот такого образца выдается немецкие это просто образец здесь лежал в этой коробочке такого-то образца будут немецкие права значит после того как я записалась в автошколу мне инструктор выдал такую коробочку 360 онлайн это здесь находится находится программа по обучению тестовых заданий перед тестовым экзаменом здесь вот я закрыла код это код автошколы которая автошкола предоставляет эти эту программу да то есть с этим кодом из кодом которые это вам тоже отдельно еще дают вы их вводите эти коды и так можете вы потом на телефоне скачивать эту программу будет эти коды и можете заниматься дома по этой программе вот так значит сейчас вкратце расскажу значит в этой коробочке у меня была вот эта книжка по правилам дорожного движения вот плохо может быть видно но села на улице дети дома верещат сбежала от них на обычная книга по правилам дорожного движения разные ситуации описывается как в какой ситуации реагировать вот так же здесь есть знаки дорожного движения их уже проскочила по моему секунду вот так же есть здесь знаки дорожного движения которые можно получить или повторить кому кто на какой на каком уровне находится да если кто-то пересдает то нужно будет повторить вот если если вы новичок то вам нужно будет конечно же их все выучить также в этой коробочке было вот такая вот образец немецких прав и здесь также вот дается штрих-код вот я его стерла до под пальчиком у меня также здесь есть штрих-код который выводите к вот этой и к программе программу чтобы бесплатно ну от автошколы бесплатно пользоваться этой программой изучать тестовое задание также здесь была вот такая книжечка от сиат компании вот и здесь в этой книжке тоже описываются разные разные дорожные ситуации плохо очень видно неудачно и выбрала место для съемки вот и что очень важно в этой книжечке также выдается вот такой вот вот на что именно обращает внимание экзаменатор его здесь вот описано да вот на что именно обращать внимание экзаменатор то есть если вы паркуетесь если вы выезжаете с парковочного места то на что нужно вам обратить внимание чтобы экзаменатор вам поставили хорошую оценку такая очень интересная тоже книжечка вот так же здесь у меня документы это от моей школы здесь документы папочка школа моя называется стоп-драйв фаршоли так вот что еще хотела сказать кстати эта программа работает на ios и на android то есть независимо от такое какая у вас программа в телефоне установлена вы можете этой программы спокойно пользоваться и также то программа по этой программе вы можете учить ее на русском языке в германии вы можете сдавать теорию теорию на разных языках то есть германия предоставляет сдачу теории только теории на на русском на английском на арабском на турецком и на немецком естественно да то есть на пяти разных языках германия дает как бы право учить теорию и сдавать теорию то есть когда вы пойдете на экзамен по теории вам там будет на компьютере вы выберете себе свой русский язык примеру да и будете сдавать на русском языке все те вопросы которые вы прошли дома их на русском также программа это тоже предоставляет выбор на всех языков которые перечислила но там по моему еще несколько языков добавилось я так быстро пробежалась не не дочитывалась как бы в языках выбрала русские пошла дальше вот эти языки вот сто процентов вы на них сдаете сдаёте теорию можете сдать на своем языке так если вы новичок к примеру то то вам нужно будет обязательно посещение теории вот теории у нас я не помню сколько там урока по моему 12 теоретических занятий да вам нужно будет ходить и посещать школу если вы уже пересдаете то есть меняйте свои права на немецкие то есть как у меня пересдача то я на теорию не обязана ходить я конечно могу прийти для того чтобы лучше как бы понять это может быть на немецком языке как немецкому не родной язык да вот но я не обязана туда ходить уже я могу просто дома повторить эти все вопросы все эти всю эту теорию дома повторить и потом просто прийти в автошколу сказать что я уже все я готова сдачи теории мне назначается термин не назначается как бы день на сдачу экзамена вот и потом я прихожу сдаю экзамен после того как я сдавать теорию теоретический экзамен тогда уже будет назначено вождение до того как вы не сдали теоретический экзамен вождение вам не дадут вот так что в принципе вот так принципе обо всем рассказала вот еще у меня здесь на столе стоит такая интересная коробочка вот такая тяжелая коробочка здесь когда мне инструктор когда я уже записалась все он не выдал такой пакет собой до обучающего материала вот и дал еще такую вот коробочку такая увесистая коробочка сказал это для вас типа гишинка это как подарок да это за то что вы записались нашу автошколу вот давайте вместе и откроем только открою я уже ее наверное дома потому что у нас уже жарко я уже просто не могу даже сидеть на улице хоть и в тенечке сижу но не могу уже у нас обещают до 33 градусов жары поэтому давайте сменим дислокацию вот такая вот коробочка у меня еще ушла в комплекте такие вот подарочки такие разные конфетки вот так что будем учить вождение будем учить теорию сначала желаете мне удачи оставайтесь со мной кому было интересно ставьте пальчик вверх пишите свои комментарии пишите вопросы если есть в комментариях и до скорой встречи в новых видео всем салам алейкум пока пока